Мы сейчас находимся в настоящей больнице и именно здесь мы снимаем наш проект, где мы, бригада скорой помощи, героя этого фильма, спасаем людей и параллельно проживаем свои жизни. Медицинская тема мне очень интересна, потому что я выросла в докторской семье, у меня папа врач, бабушка, дедушка. На то, что я как человек в больнице не люблю, но когда вот я играю именно врачам, я чувствую себя комфортно, у меня прям это легко, как мне кажется, получается. Ребенок, 10 лет падения, удар головой, похоже на сотрясение. Нужно показать нейрохирургу и сделать смех. Я врач, доктор реанимации, зовут меня Анастасия, волю судьбы. Попадаю на вызов к семье, где маленькая девочка теряет сознание и друг этой семьи, красивый молодой человек, и у нас с ним начинаются счастливые отношениями. И ты молчала? Я сама пока не верю. А кольцо-то где? Кольцо подарил? Вот. Какое красивое, Настя. Как ты тебя рада. Поздравляю. Спасибо. И какой-то период времени в начале фильма я понимаю, что что-то не так. Начало любовь, а потом она не любовь, она становится трагической любовью. Выясняется, что мой возлюбленный, искренне любимый мною человек, что он злодей. Что ты слышала? Ничего. Кто еще знает? Никто. Моей героине ей некуда деться, у нее нет выбора, и она может только продолжать бороться уже в своей жизни, за жизнь ребенка, за которого она теперь стала ответственной. Если тебе плевать на себя, то подумай о судьбе Лизы. Ее судьба в твоих руках. Завтра приезжает опека, и только попробуй выкинуть что-нибудь подобное. Ей приходится выкручиваться заново и заново. Вот я когда читал сценарий, я немного даже завидовала этой героине, ее скорости принятия решений и умению брать на себя ответственность. Ну что ты? Я просто пытаюсь понять, почему это все со мной происходит. За что? Может, не за что, зачем? Потому что ты добрый, доверчивый человек. Это очень слабое утешение. Ну, спасибо. Смотрите наше кино на телеканале Домашний.